Итак, тема сегодняшней лекции, тема сегодняшней лекции, патология ощущений и сферы восприятия или патология перцептивной деятельности. Патология перцептивной деятельности. Лекция сегодня, она по объему очень большая и мы постараемся охватить весь спектр патологии. А сначала мы начнем с физиологии, раз мы в физиологическом корпусе, с физиологии сферы перцепции. Итак, если мы рассмотрим все сферы психики, то, наверное, сфера перцепции, а у нас сегодня первая лекция по общей психопатологии, Сфера перцепции это та сфера, которая отвечает за наше первичное знакомство с окружающим миром. Это та сфера, которая создает какие-то оттиски, отпечатки той реальности, которая нас окружает. То есть, она формирует первичное звено познания окружающего мира. То есть, представьте себе фотоаппарат. То есть, вы берете и фотографируете какой-то момент своей жизни, и у вас появляется, как в полароиде, карточка. Вот на этой карточке запечатлена какая-то ситуация, какой-то момент из вашей жизни. То есть, по сути дела, ваше ощущение и восприятие – это процесс постоянной фиксации всех событий, которые происходят вокруг вас, касается зрительного, безусловно, анализатора, слухового анализатора, тактильного, осязательного, обонятельного и так далее. Это понятно, да? То есть, вот это вот количество, огромное количество карточек, которые вы сфотографировали. Дальше. Чем отличается ощущение от восприятия? Давайте разберем на каком-нибудь примере, чтобы было понятно. То есть, смотрите. Ощущение – это отражение отдельных свойств или качества предмета. Ощущение – это отражение отдельных свойств или качества предмета. То есть, теплое, холодное, цвет, форма, расстояние, то есть, ощущение тактильное, или сейчас вы стол полежите, ну, наверное, какие-то вкусовые и так далее. Это все ощущения, да? То есть, соответственно, если вы целиком уже отражаете в совокупности ощущений предмета или явления, которые есть рядом с вами, то есть, совокупное отражение предмета во всех его свойствах и качествах, с привлечением иногда одного, одной модальности зрительной, иногда нескольких модальностей, если у предмета есть и звук какой-нибудь, да? То есть, вы можете щупать магнитофон, да, и еще из него звук раздается. И вы можете его еще об колено ударить, да, у вас появится какое-то тактильное, слуховое и так далее ощущение. Вот это восприятие. Итак, ощущение – это изолированное восприятие отдельных качеств и свойств, а восприятие – это комплексное восприятие предмета в целом во всей совокупности ощущений, которые он создает в вашей перцептивной сфере. Это, я думаю, всем понятно, да? Давайте вспомним, какие сферы у нас перцептивные есть и как анализаторы устроены. Буквально краткий экс, чтобы было потом понятно, о чем я говорю. Итак, у каждого анализатора у нас есть сколько элементов? У нас есть периферический элемент, то есть, рецепторный, который непосредственно воспринимает. У нас есть обычно проводниковая зона, которая нас, как психиатров, касается в наименьшей степени, да, и есть какой-то либо корковые, либо подкорковые зоны первичного или вторичного уже центрального анализа, да, где формируется образ либо ощущения сначала, либо образ восприятия. Давайте мы разберем на каком-нибудь простом примере, как это все формируется. Например, зрительный анализатор, да, помните? Глаз, да? Глаз это вообще уникальный с точки зрения физиологии орган, потому что, смотрите, да, какие-то фотоны летят, отражаются от зеленой доски, потом летят вам в глаз, потом в голову, ну, в скобочках и палочках происходит изменение зрительного пигмента, который формирует электрическое поле, которое потом по целому ряду нейронов передается проводниковым. Духиазма, там частично перекрещивается, затем идет, как бы, в первичные зоны подкоркового анализа, а только потом идет в кору, да, то есть вот представьте себе просто на секунду, как все это работает. Мы потом будем говорить про галлюцинации. То есть представьте себе, что вот сейчас я вам показал палец и убрал его, да, но все вы этот палец успели что? Что? Увидеть. Вы просто представьте себе, с какой колоссальной скоростью, с какой колоссальной скоростью работает наша высшая нервная деятельность, наша психика, наш мозг, да? То есть за это время произошла не одна тысяча различных химических превращений, после чего вы все это увидели. Так же, в принципе, услышали, так же и отобоняли, так же и отосезали, понимаете? То есть это вообще очень, как бы, тонкая такая материя, про нее очень приятно говорить. Теперь смотрите, вот если этот палец, который я вам показываю, да, палец существует в реальном мире, правильно? Здесь. Вы, как вот мы на первой лекции говорили, критерии психического здоровья, да, вы понимаете, что вы разделяете мир на субъективный и объективный, да, вы понимаете, что я это вот я, а вот это все вокруг меня объективный мир, который не является частью меня. Так, вот, то есть представьте себе, что этот палец в объективном мире, да, ваш глаз это дистантный анализатор, который способен все это увидеть, да, который переносит информацию из объективного мира в ваше субъективное пространство, где затем у вас формируется образ восприятия. То есть где-то в затылочной коре у вас появился этот палец, да? Да? Дальше смотрите, это еще не все. После того, как он появился, он не просто там появился, да, он еще соотнесся, но это уже другие процессы психики, он соотнесся с другими пальцами или с другими предметами, похожими на палец. И вы выделили из общей совокупности, провели категоризацию, то есть выделили, что это все-таки палец, да, а не палка или еще что-то, да, и вы осознали, что это палец. То есть это очень многогранный процесс, да, где восприятие играет роль первичного вот этого отражения, куда пальцы вам полетели в голову. То есть понятно, да, то образ восприятия, зрительный, слуховой, тактильный, он существует только в момент, когда вы непосредственно имеете контакт анализатором с тем или иным раздражителем. Причем этот раздражитель должен быть такой, как бы порох у него силы, да, чтобы он вызывал у вас формирование ответа, да, потому что если я вам сейчас покажу палец в абсолютно кромешной темноте, да, ваш зрительный анализатор, скорее всего, увидит только кромешную темноту, да, вот. Теперь дальше смотрите. После того, как вы этот палец увидели, дальше мы сейчас не говорим про рельсу, большую рельсу, которую вы тоже могли увидеть, да, просто представьте себе, как это рельса, залетает вам в глаз, переворачивается, проходит через коленчатые тела, через двух и четырехолни, и потом идет вам в затылочную долю, где формируется образ, восприятие, это очень сложно, да. Вот, теперь смотрите. После того, как вы все это увидели, вы можете сделать следующее. Вот это уже просто чудеса, которые даже Дэвид Копперфилд не мог бы повторить. Смотрите. Сейчас я попрошу вас, каждого из вас, представить этот палец, который я убрал, ну, где-нибудь здесь вот на фоне доски, ну, так вот летающий. Угу. Пальца нет, а представить вы его все равно, там, в принципе, большинство, кто не боится сейчас стигматизации, потому что я сейчас скажу, что это галлюцинация у вас, пальца-то там нету, да. То есть вы все сделать это, по большому счету, способны или нет? Способны. То есть вы способны сформировать то, что называется образ представления. То есть представление о том, как должен палец выглядеть, да. Вы его располагаете, как бы, в определенном месте, да, и там видите этот палец. Или мы сейчас попросим увидеть здесь, допустим, эйфелевую башню небольшую, да, и кто, а вы все ее приблизительно хотя бы из телевизора знаете, как она выглядит, да. Вы представьте, что у нас маленькая эйфелевая башня стоит вот здесь, да. И это уникально, почему? Потому что представьте себе, в чем фокус. Помните, мы начали с того, что мы говорили, что есть объективная и субъективная пространство. И вы себя четко, как индивид, вычленяете и говорите, что как бы я не этот столб. Правильно? А теперь смотрите, что произошло. То есть ваша психическая информация, то есть образ представления, который вы сформировали об этом пальце или об этой эйфелевой башне, вы только что смогли переместить в объективное пространство. То есть представляете себе феномен какой, да? То есть сейчас мой палец вылетает из вашей головы и летит к доске. С чего точки зрения физиологии, нейрофизиологии быть в принципе не может, да? Но тем не менее представить вы это можете. В чем загвоздка? Загвоздка в том, что когда вы смотрите на эту доску, то есть вы оживляете образ представления в виде этого пальца, да? Только палец никуда из вашей черепной коробки, ни через какие отверстия ваших глазниц никуда не вылетает. Вы не проецируете никуда ничего. То есть в этот момент вы же видите эту доску, да? И у вас формируется актуальный образ чего? Восприятие этой комнаты, да? Он существует неотъемлемо от этой доски в реальном мире, here and now, здесь и сейчас. Это понятно, да? Вы его воспринимаете и у вас сформирован образ восприятия доски. Он у вас сформирован в вашем внутреннем субъективном пространстве. Там, да? И там вы накладываете образ представления, который вы только оживили, которого не существует сейчас, на образ восприятия, который вы в настоящий момент реально формируете при восприятии этой доски. Здорово? Вот это все происходит. Каждый день с каждым из вас, да? Вот, это уникально, то есть и каждый раз, когда я про это рассказываю, то есть в этот момент я готов склонить колени перед Творцом или перед нашими генами, которые способны создать столь и совершенный, и где-то несовершенный организм, мозг. Вот. Что здесь еще очень любопытного, интересного в том, что я вам сейчас как бы рассказал? Дело в том, что вот если вы сейчас, есть такой опыт, мы про него будем говорить чуть позже, опыт геймгольца, геймгольца, да? То есть это офтальмолог, который в свое время обратил внимание, что если вот держать свой палец перед собой, да, или какой-то предмет, а затем на край глазного яблока нажать пальцем или еще чем-то, чуть-чуть его сместить к носу, вы сейчас можете все это сделать, да, глядя на меня, то вы увидите двух меня. Я у вас начну двоиться. Уж можете мне поверить. Только один глаз. И так не сильно, чтобы сейчас вывих ни у кого глазного яблока не произошло. То есть я у вас начну двоиться. То есть как будет двоиться и доска, и все прочее, что вы в этот момент воспринимаете. Да, любопытно то, что как бы галлюцинаторный образ, про который мы будем говорить чуть позже, будут ли они двоиться, которые больной как бы проецируют из своей, ну, больной психики. Больной алкоголик с белой горячкой, который видит крыс. Эти крысы, безусловно, двоиться при этом опыте они не будут. Ну вот приблизительно, а, ну и соответственно у нас есть рецепторы какие? Они у нас есть экстрарецептивные, то есть рецепторы, которые как бы собирают информацию с внешних рецепторов. У нас есть интеррецептивные, которые собирают информацию от внутренних рецепторов, каких-то болевых или еще чего-то. И у нас, соответственно, есть еще какие рецепторы? Рецепторы, которые определяют мышечное напряжение, тонус и так далее и тому подобное. Противорецептивные, то есть которые определяют наши различные положения тела в пространстве и так далее. То есть, вот как бы три группы рецепторов, которые формируют наше представление обо всем мире. Более того, каждое восприятие, которое вы формируете, оно еще всегда почти окрашивается эмоционально, эмоциями. И все ощущения, и восприятия для вас, они либо положительные, либо они отрицательные. Кстати говоря, я вот не поленился, вчера нашел определение такого феномена, который имеет отношение к области ощущений, как боль. Когда-нибудь, вот вы же врачи и будущие, вы безусловно много раз в жизни сталкивались с пациентами, которые или сами сталкивались с феноменом боли. Так вот, определение боли, то есть, поскольку это имеет отношение как раз к этой теме, достаточно забавное. Смотрите, боль, боль, это определение Американской Ассоциации Невропатологов, это неприятное, неприятное, сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальным повреждением ткани. То есть, это совершенно не обязательно, повредили вам ее или не повредили еще, реальное это или уже это произошло. Но обязательно сенсорное, то есть, это ощущения какие-то сформированные в результате воздействия на рецептор и эмоциональное ожидание. То есть, когда вы идете к стоматологу, ваша боль от этих манипуляций, которые с вами произойдут, они уже фактически, вы как бы, уже эту боль начинаете чувствовать, еще стоматолог не коснулся. То есть, вы начинаете формировать эффект ожидания вот этой вот аффективной подушки, результат чего ваша боль будет в разы, два-три раза сильнее, возможно, чем тот сенсорный, как бы, компонент, который реально создает боль. Давайте быстро запишем общие свойства восприятия, то есть, они достаточно любопытны, потому что, ну, просто это интересная вещь. То есть, восприятие обладает следующими свойствами. Во-первых, это избирательность восприятия, избирательность. То есть, вы способны выделять основную фигуру из фона, который ее окружает. То есть, если вам сейчас нужно, ну, воспринять, например, мой шарф, да, вокруг него стул, стол, куртка, стол, там, журнал и так далее, то есть, вы способны вычленять основное то, что вы воспринимаете. Второе. Второе. Это константность восприятия. Константность восприятия означает то, что, если вы здоровый человек, то один и тот же предмет под разным ракурсом, с разной точки зрения, при разном освещении, в принципе, вы воспринимаете как один и тот же предмет. Вот. Объемность восприятия, то есть, вы формируете как бы трехмерные, зрительные, например, образы. Вот. Ну и даже как бы, если мы говорим про слух, да, вы все равно формируете тоже ощущение отдаленности, расположения звука, источников звука и так далее. Вот. И целостность восприятия, то есть, целостность восприятия, это когда вы видите часть какого-то предмета, да, например, ручку от кружки, да, то есть, но вы в целом можете понять, что это, ну, чайная кружка или еще что-то. То есть, когда вы видите элемент чего-то, достаточный по объему, да, для того, чтобы завершить образ, вы способны как бы легко дополнить этот образ. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, я все по поводу... Теоретическая часть. Теперь переходим к практической части. Переходим к патологии, непосредственно. Итак, патология сферы ощущений. Я буду говорить достаточно быстро, надеюсь, не спутанно, потому что термины, которые вы сейчас и слышите, их много, они где-то будут новые. Постарайтесь что-то хотя бы записать, потому что потом на экзамене будет сложно. Итак, патология сферы ощущений. Выделяют две направленности нарушений, то есть, это количественные и качественные. Ну и как бы вот эта вот схема делений, она будет затем нами использована в последующих лекциях, поскольку многие варианты патологии психики делятся аналогичным образом. Итак, качественные и количественные. Если мы говорим про количественные изменения сферы ощущений, расстройства ощущений, то мы говорим про гипо- и гиперэстезии. Слова, которые вам знакомы наверняка с курса неврологии, я думаю, да? Вот, и анестезию, соответственно. То есть, это снижение или повышение порога чувствительности, формирование законченного ощущения. Вот, мы сейчас не будем вторгаться в епархию невропатологов. Да, я просто коротко скажу, что как бы гиперэстезии и гипостезии не обязательно встречаются при периферическом или центральном поражении каких-то зон нервной системы. То есть, они способны встречаться и в клинике чистой психиатрической. Ну, например, при сосудистых заболеваниях может часто формироваться зона гипостезии. Ну, а вот сенсорная гиперэстезия, например, может формироваться при астеническом синдроме. Наверняка вы слышали это слово. Да, то есть, ну, и классический как бы пример, чтобы было понятно. У вас грипп, состояние конволюценции, соответствующая астении. То есть, когда у вас вы вроде бы выздоровели, да? Слабость, разбитость, снижение работоспособности, утомляемость, какие-то там головные, ну, какие-то главные, может быть, боли, там, еще какие-нибудь мышцы. То есть, вот это все, астении. Во время астении появляется четкая-четкая гиперэстезия в отношении, например, ярких звуков, яркого света или еще чего-то, когда вас это начинает раздражать. То есть, те стимулы, которые раньше были для вас индифферентны, например, ваш сосед смотрит телевизор с определенным там звуком, да, там, на десяточку у него стоит, да? И раньше это нормально было, и вы учили спокойно к занятию что-то, да, это вам не мешало учить лекции по психиатрии. А здесь вы сидите, выключи, что-то громко включил, да, шуршание бумажек, вы там все вот так вот, да, то есть, к вам прикоснулись, да, вы отпрыгнули на два метра, да? Ну, при, еще так, гиперэстезии, то есть, не обязательно при таких вот астенических состояниях бывает, ну, классический вариант, ну, наверное, ПМС. Мужчинам это не очень знакомо, а девушки-то это знают. Вот, ПМС, да, то есть, когда все раздражает, все не так, все не этак, вроде бы ничего страшного, но раздражает буквально все. Вот, это гиперэстезия и анестезия, про анестезию, мне бы хотелось бы отдельно сказать про диссоциативную анестезию, диссоциативную анестезию. То есть, на неврологии вас научили брать иголку и калять, искать, где тут вот нормально, здесь слабее, здесь совсем не чувствую, то есть, где слабее гипостезия, где совсем не чувствую, ну, болевая в данном случае анестезия, это понятно, да, тут сложности никаких. У нас есть диссоциативное расстройство, и по-другому оно раньше называлось истерия, истерия, да, и при истерии бывают истерические анестезии или гипостезии, попадение чувствительности. Вот, и иногда бывает очень стыдно, когда несчастного истерика гоняют невропатологи, терапевты и лечат его какими-то невозможными, там, не знаю, прозеринами, витаминами и так далее, там подобное, просто не обратив внимания на очевидные вещи именно в отношении истерического генеза этих анестезий. То есть, истерические анестезии, как они выглядят, то есть, они описываются следующими терминами, то есть, они могут быть весьма причудливы, то есть, ну, чаще всего мы видим анестезии в виде перчаток, то есть, когда ровным образом вот эта вот часть отрезается, да, здесь чувствую, здесь не чувствую, да, это могут быть носки, спасибо большое, вот, это могут быть носки, это могут быть колготы, это могут быть чулки, это могут же быть квадрат, крест, звезда на груди, на спине или круг ровный на бедре, все что угодно, да, то есть, вот, анестезия полная. Просто вот себе на секунду представьте, и причем, как бы, если вот берете вот эту вот иголочку, вы начинаете колоть и ручку, да, то есть, вы сможете, так, сейчас, сейчас мы еще раз узнаем, сколько времени, вы сможете спокойно нарисовать зону вот этих вот, допустим, этой перчатки. То есть, здесь есть чувствительность, сантиметр сюда, чувствительности нет, то есть, не будет никакого градиента перехода, то есть, чувствую, хуже, 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 он может, в принципе, быть, но, если вы на секунду вспомните, вспомните практикум такой, сейчас не знаю, какой учебник у вас по неврологии, практикум, где нарисована зона иннервации, такие разными цветами, вот это вот, человек лампасами всякими там разрисованы и так далее, вот, то вы вспомните, что каждый нерв, ну, по крайней мере, крупный такой, большой нерв, он иннервирует, как и сосуды многие, да, иннервирует определенный дерматом, определенную зону, да, и если вот он выключился, да, то при всем желании, там, зона чувствительности исчезнет, допустим, три нерва, так, так или вот так, но нигде не будет никакой перчатки. То есть, представьте себе, сколько кропотливой должна быть работа нейрохирурга, в данном случае извращенца, который три нерва аккуратно препарировал таким образом, чтобы вот выключить вот эту вот зону ровно, наверное, лет 10 надо, чтобы это сделать, да, чтобы зона пропала вот так. Да, вот, это невозможно, то есть, вспомните про это, это банальная вещь, если когда человек приходит и говорит, что он, у него трусы ничего не чувствует, да, это не значит, что у него там поясничный струхондроз там или еще что-то, и там грыжа какая-то, да, то есть, это может быть истерическая, как бы, патология. Единственный нюанс, ну, и в неврологии, в сосудистой особенно, и в психиатрии, при индексикационных состояниях, например, при алкоголизме, бывает нижнее поле нейропатии. Ну, то есть, когда ноги перестали чувствовать у алкоголика, вот, при витамине определенной недостаточности, такие же вещи бывают, атеросклероз, стопа или там нога курильщика, то есть, есть целый-целый ряд, но, вот, когда ноги перестали чувствовать, вы почти всегда у алкоголика, например, в этой нижней поле нейропатии, вы сможете обнаружить вот такой градиент выпадения. То есть, у него никогда не будет никакой, у него тоже все ноги здесь онемели, а снизу ничего не чувствует, стопы совсем, например, да, и идет он по этому вот, вот, вот такой специфический, вот, петушиный ход, шах. Вот, но при этом вы спокойно сможете иголочку увидеть, что вот здесь у него убедра еще, как бы, чувствительность совершенно интактная, хорошая, да, ниже он хуже, 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 и стопы, например, у него не чувствует. То есть, будете видеть вот это вот, как бы, А может быть вы увидите все-таки драматомы, хотя токсическое поражение тотально захватывает всю нервную систему, в том числе и периферическую, но тем не менее. Это то, что касается качественных нарушений, количественных нарушений, качественных нарушений, ощущений. Их на самом деле очень много, мы коснемся буквально самых основных. Мы их называем парэстезией, от слова пар около, рядом, что-то такое. По-другому их называют извращение сферы ощущений, парэстезией. Здесь огромное количество различных феноменов. Сюда относят, в частности, фантомные боли, про которые, я думаю, вам рассказали на нервных болезнях, боли в отсутствующей конечности. Это связано со схемой тела, когда появляется свербение, жжение, болевой синдром в области отсутствующей конечности ампутированной. Это каузалгия при периферических ранениях нервов. Ну и наиболее часто мы встречаемся с классическим парэстезией. Парэстезии, они бывают, развиваются обычно на фоне как бы сосудистого поражения нервной системы и заключается в том, что человек в бассейне иннервации, в бассейне кровоснабжения того или иного кровеносного как бы большого какого-то регионального сосуда начинает чувствовать такие непонятные ощущения ползания, покалывания по коже, по поверхности кожи. Все мы знаем этот феномен под названием мурашки. И мурашки, обратите внимание, в данном случае речь не идет о тарсклерозе или поражении постцентральной извилины, что тоже вызывает, или на таламах, гипоталамических связях. Здесь речь идет тоже, вспомните, мурашки, они как берутся? У нас мурашки берутся наиболее распространенные позиционные синдромы. Это синдром любителей читать в туалете, то есть он пережимает совершенно определенные зоны, которые создают туннелизацию, туннельный синдром, соответственно, выпадение кровоснабжения в определенных зонах. И ноги у нас либо мурашки по ним побежали, либо они, как бы, ощущения полностью отнимаются. Ну и второй синдром туннельный, это синдром первой мрачной ночи. Он так назывался сто лет назад, сейчас он называется, наверное, по-другому. Это когда девушка, молодого человека, с которым она решилась провести ночь, она задает вот этот вот любимый девушке вопрос, а можно я у тебя буду спать на руке, тебе не тяжело? Ну и, разумеется, нормальный мужчина, конечно, говорит, нет, я прям люблю, когда у меня что-то тяжелое лежит на плече. Тоже туннельный синдром, тоже пережимает сосудистый нервный пучок, в результате чего утром он так вот руку понес, потому что рука не работает, но либо в лучшем случае, если он успел ее вовремя вытащить из-под девушки, все побежал. Ну и, соответственно, алкоголики, и не дай бог там как бы травма кого-то завалила, тоже туннельный синдром, то есть алкоголики ложатся вот в этих, ее ей не снилось в позах, когда там повернув тоже, конечно, там развиваются туннельные синдромы в соответствии с клиникой парастезии. Вот, что еще? Ну, к извращению чувствительности еще относятся и в других сферах, не только вот этой вот, я даже не знаю, общей чувствительности. К ним относятся нарушения чувствительности вкусовой рецепции достаточно часто, которые встречаются уже в клинике психических заплеваний. Это пикроевзии, когда все кажется острым, это поражение определенной зоны, которую, надеюсь, вы помните, вкусовой. Вот, это глик ебзи, когда сладкий привкус облада прямо во рту, да. Ну, и восприятие, например, нарушение ощущений качественной в сфере зрительного анализатора, это, например, изменение цветового восприятия человека, когда возникают, ну, например, человек начинает видеть все в одном цвете, например, в желтом, сантропсии, да, человек видит все желтое, или эритропсии, то есть все красное и так далее. Это тоже нарушение восприятия, ощущений. Вот. И вот сейчас мы переходим к самой интересной части повествования про ощущения, которая уже имеет самое непосредственное отношение к психиатрии, хотя и перед тем, то, что я говорил перед этим, тоже имеет отношение, но чуть в меньшей степени. А вот сейчас мы поговорим про сенестопатии. Сенестопатия, то есть это вот такой феномен, который, ну, он, конечно, встречается в клинике других, там, нервных заболеваний, но чаще всего все-таки у больных психиатрического профиля, чаще всего пожилых или больных, ну, с каким-то, тоже серьезным заболеванием, нередко встречается у больных шизофренией. Вот. Итак, что такое сенестопатия? Сенестопатия. Давайте запишем определение, определение. Причем вот то определение, которое я вам сейчас дам, я сейчас дам, оно каждый год разное, как и получается. Вот. Но на его основе вы должны понять, каким вообще образом нужно строить ответ на любой вопрос в отношении общей психопатологии, части психиатрии общей психопатологии. Итак, сенестопатия, тире, сенестопатия, это, тире, вот, это, во-первых, качественная патология сферы ощущений. Херштейн? То есть, первой частью своего ответа на экзамене вы даете понять, что то слово, которое вы только что прочитали в билете, вы знаете, в какой сфере психической деятельности, патологии оно имеет отношение, да? То есть, вы знали, вы сказали, что это качественные патологии сферы ощущений. То есть, для экзаменатора это уже неплохо, вы хотя бы знаете, что это не память и не сознание, это хорошо. Дальше, вы уточнили, что это не количественное, то есть, вы знаете даже больше, вы говорите, что это качественное нарушение, что уже хорошо, да? А затем вот запятая, да, и дальше вы уже даете клиническое, так, феноменологическое, как бы, описание феномена, да? То есть, не надо говорить, что паровоз это когда колеса крутятся и дым идет, да? То есть, вы должны сказать, что паровоз это средство транспорта, в котором пара является основным для движения и так далее. То же самое и здесь. То есть, вы даете понять, что у вас в голове есть четкая структура понимания, вот этого, как бы, и вертикали, и горизонтали, вот этой вот пропедевтики психиатрической. Итак, заключающиеся в возникновении у человека неприятных, предметно несформированных или предметно незавершенных, неприятных, предметно несформированных или незавершенных ощущений внутри тела, внутри тела, зачастую вычурного характера, вычурного или нелепого характера, которые не имеют под собой никакого, ну, скажем, анатомического, что ли, или нозологического субстрата. То есть, нету никакой болезни соматической или неврологической, которая могла бы объяснить их происхождение. Понятно? То есть, нету никакой, как бы, патологии явной, которая могла бы давать хотя бы похожие какие-то симптомы на те, которые описывают наши больные. А сейчас, когда я вам опишу, что такое, как бы, примеры с анастопатии приведу, я думаю, станет понятно, о чем я говорю. Итак, смотрите. Да, они еще субъективно неприятны больному, чаще всего без критического к ним отношения. Без критического к ним отношения. Когда я говорю про вычурность, когда я говорю про необычность этих ощущений, вот о чем идет речь. Например, больной заявляет, что у него болит мозг. Или он чувствует, как мозг его вибрирует. Или он чувствует, как переливается содержимое четвертого желудочка в правый желудочек. Или он чувствует, как вибрирует задняя стенка его желудка. Он чувствует, как его мышцы стягивает и растягивает. Он чувствует ощущение скручивания, электрических прострелов, вибрации. Ощущения какие-то совершенно неописуемые. И обычно с анастопатии, когда их больные описывают, они почти всегда их описывают с такой частичкой. Как будто у меня что-то вкручивается, какой-то шуруп, ощущение... Но это шуруп, он говорит, нет, это не шуруп. То есть, вот как будто шуруп. Что принципиально отличается анастопатии от так называемых висцеральных галлюцинаций. То есть, когда больной четко знает, что у него внутри тела. И он говорит, что у меня этот шуруп там четко вкручен. И, наверное, он даже знает, как его вкрутили и так далее. То есть, если больной утверждает, что у него в животе непонятные какие-то ощущения, как будто там прыгает лягушка, это с анастопатия. И никакого заболевания, у которого есть симптом прыгающей лягушки в животе, я думаю, вы не знаете. Но если больной утверждает, что у него там реальная лягушка, зеленая, с лапками, которая там, ну не знаю, как она там появилась, может быть, ее инопланетяне пересадили, или еще что-то, подсадили ему туда, или она там у него отпочковалась в слепой кишке, неважно. Это галлюцинация общего чувства или висцеральная галлюцинация. Мысль понятна всем? Вот. Едем дальше. Вот это вот с анастопатии. Чаще всего я уже сказал, что они встречаются либо при инволюционной патологии у пожилых людей, либо у глубоких ипохондриков. Знаете, что такое ипохондрический синдром, да? Ну, если не знаете, сейчас узнаете. Ипохондрический синдром – это болезненная уверенность больного в наличии у него какого-то смертельного, трудноизлечимого, ну не обязательно, даже легкого заболевания, которое объективно ничем не подтверждается. И как бы вне зависимости от того, что у больного нет никаких данных за то, что у него как бы это есть, он уже весь обследован. Тем не менее, он продолжает искать это заболевание, он уверен, что врачи, наверное, не квалифицированы и так далее и тому подобное. То есть, бывают невротические уровни ипохондрического синдрома, да, а бывают уже как бы психотические с бредом ипохондрическим, когда, несмотря на то, что ему вот открыли брюшную полость и дали посмотреть, он тем не менее говорит, что в этот момент просто убрали, и когда ему зашили, опять туда все положили. Ну, то есть, бредовая уже трактовка. Но это тема нашей следующей лекции. Вот, что дальше? Дальше, 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 дальше. А дальше восприятие и его патология. Патология восприятия. Сколько у нас времени-то? Еще есть пять минут. Итак, патология восприятия. В патологии восприятия входят три группы феноменов. Три группы феноменов. Первая группа феноменов называется иллюзии. Вторая группа называется галлюцинации. И третья группа называется психосенсорные расстройства. Психосенсорные расстройства. И я начну с иллюзии. Иллюзии впервые были описаны ученым Эскеролем в 1817 году, а затем концепция иллюзии была разработана ученым французским Боярже. Что такое иллюзия? Давайте определение. Запишем иллюзии. Иллюзия – это искаженное восприятие реально существующих предметов или явлений. Могут ли быть иллюзии у здоровых людей? Разумеется, они могут быть. Если вы сейчас скажете, окей, Google, покажи мне иллюзии, то, наверное, Google выдаст вам несколько миллионов сайтов, где сконцентрированы различные рисунки, картинки, на которых вот эти иллюзии различные, оптика, геометрически наиболее частные, пятна, кружочки, линии расходящиеся, которые на самом деле друг другу параллельны. Их очень много. Здесь я особо на этом останавливаться не буду. Я просто скажу вот что. Что иллюзии бывают так называемые возникающие нормальных людей и патологические иллюзии. При патологических иллюзиях иллюзорное восприятие практически полностью перекрывает воспринимаемый объект реально существующий. Ну, то есть, если больной видит, допустим, вы берете ручку, а больной видит в этот момент, что вы взяли в руку нож, это иллюзия. Вот. Если в этот момент вы нож не взяли, а просто держите руку, а больной там видит нож, это галлюцинация. И если больной видит там, вы взяли ручку, а больной видит там огромную ручку в километр длиной, это психосенсорные расстройства, искажения геометрических или каких-то пространственных отношений, воспринимаемых явлений. Вот. Итак, давайте классификацию иллюзий разберем, и после этого сделаем перерыв и перейдем к иллюцинации. Итак, первая иллюзия, группа иллюзий, которая известна, наверное, всем, это так называемые физические иллюзии. Физические иллюзии, которые возникают, ну, они не могут не возникать, поскольку существуют некоторые законы физики, оптики, которые объясняют их возникновение. Ну, классическая физическая иллюзия, которая всем вам знакома, ну, например, это как бы дискретное восприятие таких явлений, как гром и молния, что связано с разной скоростью света и звука, да, и, соответственно, сначала вы видите вспышку молнии, да, вот, и у вас формируется четкий визуальный, как визуальная картинка ее, да, а затем, спустя какое-то время, которое вас учили считать, помните, сколько секунд до грома, вы можете узнать удаление, как бы, от вас этой грозы, да, то есть вы потом воспринимаете гром, да, и гром у вас воспринимается, безусловно, как это два дискретных явления, да, хотя, по сути, если бы вы стояли рядом с молнией, куда ударил, да, вы бы восприняли все это в одно и то же время, вот. Ну, или классический пример, это искривление ложки в стакане с водой, когда вы берете ровную ложку, полстакана воды опускаете, да, и за счет разницы, как бы, преломлений, то есть вы увидите, что ложка у вас так вот искривилась, да, это то же самое иллюзия физическая, когда вы островой пытаетесь попасть в рыбу, да, стоите вот так вот, вы видите, что у вас между ног, ну, рыба, да, перед вами, да, вы тыкаете, да, потом долго островы вытаскиваете из своих ног, вот, то, что рыба была на 20 сантиметров где-нибудь там правее или левее, это физические иллюзии. Вот. Физиологические иллюзии. Физиологические иллюзии – это иллюзии, которые формируются в результате, ну, скажем так, особенностей работы наших анализаторов, ну, вот они такими созданы. Ну, классический пример, вот, который я вам привел, перевер иллюзии, да, это опыт Геймгольца, вот это вот надавливание на глазное яблоко формирует вдвоение, да, при этом доска, две доски здесь не появилась, да, но тем не менее вы иллюзорно восприняете. Смотрите, у вас не получается? У меня появилось две доски. Отлично, вот, то есть у вас появилось две доски, чудо, хотите, долго покажу? Ну, даже если просто когда смотреть, то увидите. Это хорошо, вам к окулисту, по всей видимости, надо сходить, вот, то есть вот это классический пример, или другой пример физиологической иллюзии, когда вы, например, в поезде, вспомните, вы с папой и с мамой поехали на юг, вы стоите на какой-нибудь узловой станции, рядом стоит поезд другой, да, мама с папой вышли подышать воздухом, вас оставили в купе, тот поезд поехал, да, а у вас создается полная иллюзия того, что поехал чей поезд? Поезд ваш, и вы бежите затаскивать родителей в стоящий поезд, говорит, папа, мама, поезд поехал, и вдруг увидите, что перрон стоит. И поезд ваш стоит, а едет поезд, который стоит на соседнем пути железнодорожном. Ну вот. Ну и потом иллюзии классические еще, физиологические иллюзии, это как бы оценка расстояния на глазок, что чаще всего очень сильно отличается от реально воспринимаемого размера. Я сейчас покажу классическую иллюзию зрительную. Это иллюзия Мюллера Лаера. Вот она. Ну, я думаю, всем вам будет видно, вы ее наверняка видели. То есть две линии, две линии с усиками, направленными в разные стороны. Я ее вчера с любовью рисовал. Вот. Та, которая усики внутрь, она кажется, безусловно, короче. Кому-то кажется так? Нет. Вот. А та, которая с усиками наружу, та, соответственно, кажется длинной, длиннейшей. Да, не кажется? Нет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Но вообще должно казаться, потому что весь фокус этой иллюзии заключается именно в этом. Что вот эти вот усики, да, они должны формировать у вас искаженное восприятие. Хотя линии, конечно же, должны быть абсолютно... Одинаковыми. Одинаковыми. Вот здесь вот вы и попались. На самом деле, линии здесь, разница линий 5 сантиметров. И я думаю, вот, ну, вы сейчас можете подойти и померить. Вот. А разница здесь большая. Вот. Мне кажется. Или нет. Мы сейчас померим. Дело в том, дело в том, что вообще они должны, конечно, быть в идеале одинаковыми. Вот тогда как бы это классическая иллюзия, да? Обычно, это не тот рисунок, возможно, я скопировал. Обычно мы рисуем на занятии наоборот. Но я рисую ту, которая должна быть короче, я ее рисую заветомо длиннее. И тем не менее, большинство людей, которые прочитали в интернете про фокус вот этой вот лаерско-мюллерской иллюзии, да, все говорят, что они одинаковые, они одинаковые, хотя разница вот такая. Вот. Почему? Потому что здесь мы говорим уже о следующем виде иллюзий. Иллюзии установки. Иллюзии установки, которые описал Узнадзе в Грузии. Иллюзия установки – это иллюзия вашего, как бы, вот этого, вашей безумной уверенности в чем-то. То есть, если я вам говорю, что вот это должна вот так, вы это читали, да, вы начинаете сами себя обманывать. То есть, иллюзия установки срабатывает, когда ребенку дают, ну не ребенку, или пациенту, ребенку дают, делают такой опыт классический. Берется два шарика. Один шарик такой большой, объемный, но легкий, пустой внутри. А второй такой меньше, его где там, ну в 5-6 раз, но наполненный чем-то тяжелым. По весу они абсолютно одинаковые. А теперь смотрите, как работает иллюзия. То есть, классический вариант вы даете взрослому человеку взвесить, ребенку, давайте с ребенком начнем. Мы сейчас сделаем перерыв. Мы даем ребенку взвесить их, ребенок видит лет до пяти, да, маленький ребенок. Он видит большой шарик, и он понимает, что большое это значит тяжелое. Он же пробовал поднимать большое, что-то оно тяжелое. А маленький он должен быть легкий, да. И у ребенка четкая установка, вот она, установочная информация, что большое тяжелое. И он берет, когда ему даете это, он говорит, большой, конечно, тяжелое, потому что у него здесь большое равно тяжелое в голове. Это понятно, да. Мы теперь берем взрослого человека, здорового взрослого человека, и мы просим его взвесить, да. Кладем на стол, взрослый человек видит их, да. Он понимает, что большой тоже тяжелый, да. Но в отличие от ребенка, что он создает? Он создает вот это вот как бы установочное мышечное напряжение. Ему дают, будут сейчас вправо и влево класть, чтобы он взвесил, да. И он понимает, что тот, который большой, надо посильнее как бы создать вот это мышечное напряжение, чтобы не провалить его, да. А маленький, что его, вот он маленький там вот так вот стоит. И когда ему кладут маленький, но наполненный ртутью, например, да, который очень тяжелый, да. А этот легкий оказывается, как бы, хотя они одинакового веса, он зря так сильно напрягался, он легче, да. Да, соответственно, он понимает, что какой тяжелее будет? Маленький, конечно. Он будет понимать, что здесь он зря готовил руку, а здесь он оказался гораздо тяжелее. Вот, если мы берем больного с шизофренией, например, или здорового человека завязываем глаза, чтобы он не видел объем, да, то тогда они будут определяться как равновеликий по весу, да. А больного с шизофренией чаще всего, которому и так это не досуг до вас, да, вы тут к нему привязались с какими-то вопросами, и ему просили не объем оценивать, а вес. Он оценил как их одинаковые. Давайте сейчас сделаем перерыв, погуляем. Итак, заканчиваем с иллюзиями. Следующее, это уже как бы после физиологических иллюзий мы говорим о так называемых психических иллюзиях. Психические иллюзии, то есть здесь уже как бы задействована полностью психика наша, и чаще всего психические иллюзии, ну, имеют под собой какой-то субстрат первичный психиатрического плана или психологического плана, который их вызывает. Итак, наиболее частым вариантом являются так называемые аффектогенные иллюзии. Аффектогенные иллюзии. Что это такое? То есть представьте себе, это иллюзия страха, например, то есть представьте себе, что вы очень сильно боитесь, не знаю, покойников или собак, и в одном случае вы идете через кладбище, а в втором случае вы идете там, где собаки принципиально большие могут быть. И вы идете, допустим, по ЦКПО, там особенно так хорошо освещено, где-нибудь по аллее нецентральной, и вы, например, боитесь, что с вами на вас может напасть насильник или еще кто-то, и вы идете такая вся напряженная, девушка, надеюсь, не будем ребят рассматривать, хотя сейчас и это возможно. Вот, вы идете, все такая напряженная, вдруг вы чувствуете, сзади прямо вот четко кто-то идет, и вы оборачиваетесь, и вдруг видите, вот-вот-вот, ветер качается, вот это все, листья трясутся, там ветки какие-то, и вы видите вот этого несчастного, да, то есть как бы насильника в черном плаще, в черном шляпе, в черном что-то еще, да, и в этот момент вы понимаете, что самое лучшее, что в этой ситуации можно сделать, это упасть в обморок, да, и вы так красиво, красиво падаете в обморок, после чего, спустя несколько часов, когда вы пришли в себя, расцвело, вы увидели, что в первом случае там нет покойника на кладбище, в втором, что то, что вы приняли за собаку, это просто банальный пенек, даже без ушей, которые там шевелились, ну, а в третьем случае, как бы, увы и ах, насильника не случилось. Был просто куст, который, ну, в какой-то степени, может быть, напоминал обриз человека, но не более чем, вот. Это афектогенные иллюзии, то есть иллюзии, когда вы эмоционально уже чем-то на что-то заряжены, и, соответственно, у страха глаза велики, слышали такое, да, то есть эти глаза трансформируют реальность в нереальные иллюзорные объекты, которые вы в этот момент абсолютно уверены, что воспринимаете. Вот, вербальные иллюзии, вербальные иллюзии, или иллюзии ослышки, но чаще всего они бывают, конечно, у больных параноидных, то есть с бредом отношений, бредом преследований, когда они в чужой речи, плохо ее слышат, да, но знаешь, что к ним, скорее всего, плохо относятся, начинают слышать угрозы к себе, какие-то обращенные к ним фразы, как-то их плохо характеризующих или еще что-то, да. Вот, это как бы не говорит о том, что они должны обязательно встречаться у серьезных душевнобольных, да, они могут быть вербальной иллюзией, встретиться и в результате, ну, каких-то условий, когда вы недослышите, да, когда вот вы сидите, да, заходите, точнее, в комнату, и там разговаривают люди, и вдруг вам показалось, что вы слышите свою фамилию, а потом еще после этой фамилии такое вы слышите, что... Вот, то есть это, как бы, опять же, немножко аффектогенный, аффективный фон, да, вашего эмоционального ожидания, во-вторых, вот, ну, ветер вмешался, свист или еще что-то, и вы немножечко, как бы, дофантазировали и услышали то, чего не может быть. Уберите вот эту, пожалуйста, технику, ладно, можно? Вот, то, чего быть не может быть. Угу. Вот. Дальше, следующее, это иллю... Так, я уже это сказал, значит, иллюзии не внимание выделяют, да, то есть, когда вы рассеяны, то есть, вам тоже начинает что-то, как бы, недостаток вашего внимания играть с вами злую шутку, вот, и отдельно выделяют, так называемые, параэйдолические, параэйдолические иллюзии, параэйдолические иллюзии, которые встречаются в детстве почти у всех людей, а вот у взрослых людей, ну, скорее не должны встречаться, чем должны встречаться. То есть, у взрослых людей, то есть, например, у алкоголиков, параэйдолические иллюзии является, ну, как бы, одной из стадий развития алкогольного делирия, когда больные начинают в узорах на стенах, в узорах на обоях, в трещинах каких-то видеть причудливые завершенные картины, там, змеи, там, какие-то пугающие сцены или еще что-то, вот, какие-то там расплывающиеся узоры и так далее. У детей это тоже достаточно часто феномен параэйдолии встречается, да, то есть, когда детишки, ну, иногда и взрослые смотрят, например, на облака и поют песенку про облака белогривые лошадки, куда вы мчитесь без оглядки. Вот, когда вы тоже рассматриваете какие-нибудь обычные узоры на обоях, вдруг эти узоры начинают трансформироваться в какой-то завершенный художественный образ. Вот это параэйдолии. Вот, но чаще все-таки у взрослых они бывают на фоне интоксикации, либо постинтоксикационного синдрома, в данном случае, допустим, алкогольного, или у наркоманов, например, при употреблении кокаина это встречается, при интоксикации тетраэтилсвинцом и так далее. Вот, это параэйдолии. Ну, собственно говоря, еще хотелось бы сказать про так называемые калорические, калорические иллюзии, которые в клинике встречаются не так часто, зато обычно они как бы очень привязаны к нозологии. То есть, они бывают при атеросклерозе сосудов головного мозга, когда черно-белые картинки начинают восприниматься больными как цветные, и они их описывают в разных цветах. Это так называемые калорические иллюзии. Вот. Еще про иллюзии. Буквально два слова. Есть такие иллюзии, как иллюзии узнавания. Иллюзии узнавания, когда больные в результате определенного состояния сознания, которые чаще всего относятся к так называемому аноэроидному, оноэроидному, про который мы будем говорить чуть позже, аноэроидному состоянию сновидному помрачению сознания, который напоминает очень сны, но встречается как бы при болезни, люди начинают видеть в окружающих их лицах совершенно других людей. То есть они в знакомых узнают незнакомых, каких-то не узнают знакомых, либо в знакомых лицах видят людей совсем других, тех, которые в их переживаниях есть. То есть если этот больной попадает, например, с аноэроидом, и он в этот момент у нас мчится на космическом корабле к звездам, то, соответственно, когда его кладут в отделение, то персонал отделения, врачи отделения, да, им воспринимаются как часть реальности, как люди, но они при этом являются членами экипажа космического корабля, и он обращается к ним, как к звездолётчикам и так далее. Это вот о иллюзии узнавания. Ну и, соответственно, ну, наверное, про иллюзии мы на этом и закончим. Итак, галлюцинация. Вот этот момент, к нему мы отнесёмся наиболее подробно и важно. Почему? Дело в том, что когда мы говорим о психотическом уровне нарушения деятельности нашей психики, психотическом, слово психоз, хотя сейчас оно не используется, и в психиатрии от него пытаются уйти по причине того, что слово не очень хорошее, то есть некрасивое, стигматизирующее слово. И сейчас в психиатрии всё чаще используется слово расстройство, которое является более нейтральным по содержанию. Расстройство для психиатров понятно, но, например, для работодателей и для родственников всё-таки это более мягкая формулировка. Так вот, галлюцинация подразумевает то, что психика наша очень сильно дестабилизирована, то есть что уровень расстройств именно психотический. То есть есть такие два основные критерии того, что с человеком совсем всё с точки зрения психиатрии не в порядке. Это если у него возникают галлюцинации, про что мы сейчас будем говорить. Ну и на следующей лекции мы будем говорить про расстройство мышления, если у человека развивается бред. Я думаю, даже не зная, ну как бы, зная чисто на бытовом уровне, что означают эти слова, наверняка понимаете, что если у ваших знакомых или у ваших пациентов в будущем у кого-то встретилось либо одно, либо другое, то, скорее всего, требуется вмешательство психиатра. Итак, галлюцинация, определение галлюцинации. Самое простое определение, я его уже дал в примере, в первой плане лекции, да, то есть отсутствующий нож, которого нет в руке, то есть, соответственно, это восприятие каких-либо предметов или явлений, которые в настоящий момент вот здесь и сейчас отсутствуют. То есть, иногда нам на экзаменах говорят, что восприятие того, чего не может быть. Вопрос того сразу возникает, не может быть где. То есть, когда человек воспринимает крысу, ну, собственно говоря, почему крыс, крыс-то существует вообще в природе, просто сейчас эту крысу доктор не видит, от которой наш больной прячется. Итак, самое простое определение, это восприятие чего-либо без объекта, то есть, его просто нет. Термин введен достаточно давно, в 1838 году ученым Искеролем. О чем бы хотелось бы все-таки сказать? Я сказал, что галлюцинация – это всегда плохо. Это действительно почти всегда плохо, за исключением следующих случаев, когда они могут возникать у здоровых людей. Когда нам на экзамене или на занятии, допустим, студенты говорят, ой, мы знаем, когда нет патологии, есть галлюцинация, человек употребил наркотики. Ну, здрасте. Нет у него патологии, он наркотики употребил, да, на этом фоне у него там случилось какие-то введения, или еще там, если он употребил, например, галлюциногены какие-то, да. Это мы не говорим в данном случае об интактной психике. А вот про интактную психику мы говорим, что галлюцинации развились на фоне интакта в следующем случае. Например, состояние гипноза человеку внушают, что, например, после лекции, после сеанса гипноза вы не будете видеть цифру 2. Или вы не будете видеть вот этот стол, а я попрошу вас к себе подойти, да, либо наоборот, мы скажем, что вот там стоит пальма, да, и вы будете эту пальму, уже вы, вы, мы вас выведем из гипноза, тем не менее, вы будете эту пальму обходить, мы спросим, что вы обходите на ровном месте, он скажет, ну как же, здесь дерево стоит. То есть это внушенные галлюцинации, положительные, если там наличие чего-то, либо отрицательные под гипнозом. И второй вариант, второй вариант, это различные виды депривации, депривации, сенсорные депривации. То есть самый простой способ вызвать у здорового человека галлюцинации, это закрыть его надолго, на сутки, на двое или на трое, в звукоизолированной комнате, желательно темной, то есть чтобы практически полностью создать вакуум вокруг него. Просто представьте себе на минуту, что вы очутились в такой комнате. Мы привыкли жить в городе, мы привыкли жить в вот этом вот белом шуме, то есть постоянные какие-то звуки, которые раздаются вокруг нас. Мы не умеем жить в тишине. Когда человек приходит в деревню, где-то тихо, там все равно появится цикада или еще, или еще. Если мы говорим про полную изоляцию, визуальную, слуховую и так далее, то через где-то буквально там сутки тишины наша психика начинает нам создавать этот шум, без которого мы жить не можем. И у человека сначала появляются элементарные слуховые, потом зрительные галлюцинации, он начинает видеть какие-то образы, ушек летающих вокруг себя, потому что наша психика не привыкла, что мы можем находиться в таком абсолютном покое. Появляются какие-то галлюцинации слуховые, человек начинает слышать какие-то речи обращенные, или еще что-то. То есть наша психика пытается вот этот вот наш привычный, индустриальный, промышленный хаос, вот этот вот сенсорный, создать нам. Таким образом развивается галлюцинация у здоровых людей. Иногда они развиваются у больных с патологией того или иного анализатора. Например, у людей слабослышащих есть такое понятие, которое называется не совсем правильно, как бред тугоухих, но на самом деле очень часто у них формируется именно валлюцинаторный феномен. Больные недослышат, и у них появляется вот эта вот невербальная иллюзия, а именно как бы уже эвалюцинация, поскольку никакого обращенного к ним, обращенной речи, не существует в этот момент. Итак, классификация иллюзии, ой, эвалюцинации. Эвалюцинации прежде всего классифицируются по модальности того или иного анализатора. То есть, соответственно, выделяют, в самой простой классификации, выделяют зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, тактильные, общего чувства, висцеральные, ну и, наверное, как бы все. Вот основные я перечислил, эвалюцинации в этих модальностях. Но, если мы говорим про эвалюцинации как бы в целом, то выделяют два больших класса или кластера эвалюцинации. Это истинные эвалюцинации и ложные эвалюцинации. Истинные и ложные эвалюцинации, про которые мы будем говорить чуть позже. Значит, по степени развития эвалюцинации, эвалюцинаторного феномена, выделяют так называемые элементарные эвалюцинации или эвалюциноиды. То есть, очень малые по выраженности феномены. То есть, например, это вот какие-то щелчки, звуки, там, треск какой-то, в случае, если мы говорим про слуховой анализатор. Это фотопсии, вспышки или искорки, допустим, у гипертоника перед глазами, то есть, какие-то фосфены, то есть, летающие какие-то феномены, вспышки или еще что-то. То есть, они предметно незавершенные, они элементарные, чаще всего возникают на какой-то органической основе, гипертоническая болезнь, тросклероз или еще что-то. Ну и, соответственно, предметно-завершенные эвалюцинации, то есть, когда вы что-то конкретно слышите, что-то конкретно видите, какие-то завершенные, знакомые вам или незнакомые образы, это не имеет принципиального значения. По локализации еще, по локализации, галлюцинаторные феномены могут идти как бы из объективного нашего, объективного пространства, то есть, когда вы видите там, где вы можете видеть, то есть, перед собой, например, слышите то, откуда вы можете слышать, а не с планеты Си, ну, с того, что вам передают, ну, и ощущаете, обоняете, осязаете и так далее, то же самое там, где это может случиться. То есть, не руками вы вкус ощущаете, а ощущаете его с помощью рецепторов, расположенных в ротовой полости. По степени критичности по отношению к галлюцинациям выделяют, наиболее часто выделяют галлюцинации без критического отношения к ним, то есть, когда больные уверены в реальном существовании галлюцинаторного феномена и гораздо реже выделяют галлюцинации, когда больной осознает их болезненный характер и понимает, что это галлюцинация. Про это мы еще скажем. Пример последнего можно привести следующий. Это хронический алкогольный галлюцинос слуховой, когда у больного уже 5-10 лет постоянно для отца он слышит голоса, оскорбляющие его, говорящие, что он алкоголик и так далее. Но врач-психиатр еще 10 лет назад ему сказал, что Вася, у тебя галлюцинации. Сначала он не верил в врачу, а потом понял, что никто с ним не разговаривает и он просто на это не обращается внимания, отмахивается. Просто они всегда с ним присутствуют. И если он спросит, что это, он скажет, ну вот пилка, она-то добилась, теперь у меня есть вот эти вот галлюцинации. Давайте пройдемся просто по классификации галлюцинации в какой-нибудь модальности, и вам будет понятно, о чем я сейчас говорю. Давайте начнем со зрительной галлюцинации. Итак, классификация, расширенная классификация зрительной галлюцинации. Смотрите, здесь все очень просто. Итак, я уже сказал, что они бывают либо элементарные, либо сложные, оформленные. Элементарные, они называются фотоапсими, вот этими вспышками света или там какими-то искорками. А сложные, они могут быть, здесь уже все как бы сложно. Это какие-то завершенные зрительные образы, которые я вижу либо перед собой, это называется в поле зрения, либо я их вижу экстракампинно, то есть экстракампинно, я вижу, например, их за собой, каким-то еще глазом третьим или четвертым. Я могу видеть сквозь стену, это тоже экстракампинные галлюцинации. Соответственно, если вы видите образ какой-то зрительный, этот зрительный образ может быть, он может быть единичный и он может быть множественный. Это понятно. Он может быть черно-белый, монохромный или он может быть полихромный. Если он полихромный, то есть он как бы в одном цвете, полихромия, допустим, они все красные просто, либо это полихромия истинная, то есть как бы улюцинаторные образы окрашены, ну так как все окрашено вокруг нас разными цветами, которые мы четко дифференцируем друг от друга. Если это зрительные образы, они могут быть, соответственно, подвижные и неподвижные. Неподвижные. По размеру зрительных галлюцинаций они могут быть нормоптическими, нормоптическими, то есть, ну если это крыса, мы говорим про зрительную крысу алкоголика, то это крыса размером с обычную крысу, которую каждый из вас когда-то видел. Это могут быть малюсенькие крысы, микропсические крысы, что я, честно говоря, никогда не встречал в практике. Бывают другие, не крысы, ну раз мы про крысу заговорили, пусть это будет микропсическая крыса. И вот бывают как раз у алкоголиков очень часто макропсические крысы, то есть, про которые любят американцы снимать кино, крыса один, крыса четыре, когда там бегают какие-нибудь, или пауки, вот такого размера, это макропсические галлюцинации. Ну они могут быть еще искаженные, дисмегалопсические, но это уже так бы нюансы. Ну, собственно говоря, основная характеристика зрительных галлюцинаций. Ну и еще выделяют зрительные галлюцинации панорамические, то есть, когда все поле зрения, куда бы больной не обернулся, это бывает тоже при амероидах, про которые я уже сказал, оно все является исключительно галлюцинаторным феноменом, и он оказывается как Алиса в зазеркале, полностью в сказке, и все, что его окружает, все это суть этого зрительные галлюцинации. Вот, это если мы говорим про зрительные галлюцинации. Если мы говорим про слуховые галлюцинации, слуховые галлюцинации, здесь все немножечко как бы похоже, то есть, немножечко по-другому, но в целом похоже. Итак, если это слуховые галлюцинации, если это элементарные галлюцинации, щелчки, треск, мы их называем акуазмы, акуазмы, элементарные слуховые обмары. Вот, Дальше. Из сложных выделяют две группы. Это вербальные, вербальные и музыкальные галлюцинации. То есть музыкальные – это играет музыка, которая, к сожалению, нигде не играет, а играет только у вас. А вербальные – это, соответственно, все фразовые или словесные, или даже слоговые обращения к человеку, который это испытывает. И даже, может быть, не к нему, просто он слышит речь, даже необращенные, какие-то другие звуки, более сложные, чем щелчки и так далее. Это все сложные галлюцинации слуховые. Слуховые галлюцинации, которые вербальные, наиболее часто больные наши, да и психиатры называют их «голоса». Голоса, и те, кто из вас уже были в психиатрической клинике и ходили на курацию, наверняка таких больных видели, которые слышат речь, чью-то речь, которая к ним как бы обращена или не обращена. Теперь характеристики вербальной галлюцинации. Характеристика вербальной галлюцинации. То есть это могут быть моновокальные галлюцинации и поливокальные галлюцинации. Здесь все понятно. То есть это один голос, либо это многоголосица из целого ряда голосов. Эти голоса, соответственно, могут быть по громкости, они могут быть тихими, они могут быть нормальной интенсивности и могут быть очень громкими. Или шепотными, то есть тишайшими, когда больной их слышит на уровне скорее мыслей, так называемой психической галлюцинации Боярже. Когда мысли, то ли голоса, то ли это как бы чужие мысли, то ли это мои мысли, которые там озвучиваются. Сложно понять. Эти голоса могут быть знакомыми и незнакомыми. Они могут быть мужскими, они могут быть женскими или не дифференцированными по полу. Они могут быть взрослого человека, ребенка, пожилого человека и так далее. И, соответственно, самое главное, эти голоса могут идти из объективного пространства. В психиатрии принят такой термин, который мы используем при беседе с больным – голоса со стороны. То есть со стороны – это из объективного пространства, которое я могу слышать ушами. И голоса, которые расположены где-то внутри тела человека или еще откуда-то, откуда они идти с позиции формальной логики не могут. Эти голоса, если они поливокальные, если их несколько, они могут вести между собой диалоги, диалогические голоса. То есть когда они разговаривают друг с другом. Они могут обращаться к больному. Они могут говорить, обсуждать, что делает больной. И они могут быть абсолютно дифферентными. То есть просто как радио играет, когда там что-то говорят, но к больному это непосредственно никакого отношения не имеет. По аффективной заряженности, то есть знаку эмоций, чаще всего эти голоса со знаком минус. То есть чаще всего они говорят что-то неприятное. Зачастую. То есть они не очень хорошие. Они обвиняют, обличают больных. Реже бывают так называемые голоса с положительной эмоциональной подоплекой, поддержкой. То есть так называемые ангельские голоса, которые говорят что-то хорошее, какие-то положительные вещи, хвалят больного. Но они встречаются гораздо реже. И бывают голоса индифферентные, которые не высказываются ни за, ни против больного. Если голоса обращаются во втором лице, во втором лице, ты алкоголик, ты там пропил, все. То есть это чаще всего истинная галлюцинация, чаще всего интоксикционного характера. У алкоголиков это встречается наиболее часто. А вот голоса, которые в третьем лице обращаются к больному, комментирующие галлюцинации, которые комментируют действия больного, они чаще встречаются при шизофрении. Он пошел, он сделал, он смотрит туда и так далее. И говоря про слуховые галлюцинации, как бы особо стоит подчеркнуть, так называемые, выделить, так называемые императивные галлюцинации. Императивные галлюцинации. Это тот феномен, который делает зачастую наших больных социально опасными. Это галлюцинации, слуховые голоса, которые говорят или приказывают в приказном порядке, говорят, что делать больному. И зачастую это нехорошие советы и очень часто эти советы касаются причинения какого-то вреда либо самому себе, то есть это призыв к самоубийству, либо нередко бывает, что эти голоса толкают на убийство, когда они говорят, что надо убивать. К сожалению, к огромному сожалению, далеко не всегда наши больные в силу как раз развивающегося у них психического расстройства способны противостоять императивным галлюцинациям. Поэтому императивные галлюцинации являются поводом для скорейшей госпитализации таких больных. Их не надо пробовать лечить дома или еще что-то, потому что никогда вы не знаете, что и когда эти голоса посоветуют больному то ли с моста прыгнуть, то ли вам голову открутить. Это очень нехорошо и очень опасно. Это то, что касается слуховой галлюцинации. По поводу тактильной галлюцинации хотелось бы немножко сказать. То есть это ощущение тактильного характера соответственно. Чаще всего они проявляются в виде неприятных прикосновений к телу. Какие варианты выделяют тактильные галлюцинации? Выделяют так называемые гаптические галлюцинации. Это галлюцинации, когда больному кажется, что его хватает сзади, пытается держать гаптически. Это ощущение появления жидкости на теле. Это гигрические галлюцинации, когда по поверхности кожи больной ощущают, что льется какая-то жидкость. Ощущение неприятных волевых или температурных прикосновений термические или алгические галлюцинации тактильные. И к тактильным галлюцинациям, я думаю, стоит отнести галлюцинации, которые сопровождаются переживанием неприятного ощущения инородного тела в ртовой полости. То есть больные очень часто на фоне интоксикации ощущают, что во рту появился волос или проволока, они пытаются доставать оттуда вату, нитки какие-то. То есть речь идет о делирии чаще всего, о делирии алкогольном или в результате воздействия каких-то наркотических веществ, либо воздействии того же тетраэтилсвинца. Раньше бензин был этилированный и, к сожалению, наши алкоголики нередко в гараже почему-то путали бутылки и устремляли этилированный бензин. И когда пауки изо рта достают мнимые нитки, это встречается достаточно часто. Ну и еще один симптом маньяна, давайте запишем, тоже тактильный феномен галлюцинаторный, когда больные на фоне длительного употребления кокаина, он дает не часто, но такие очень красивые психозы кокаиновые. Вот сопровождается синдром маньяна, когда больным кажется, что у них на коже и под кожей бегают различные насекомые, какие-то кристаллы. Ну и чаще всего они ощущают, что у них пользуются какие-нибудь белые черви, но вероятнее в цвет кокаина. Белые черви, которых они не просто, сейчас это не только кокаиновые делирии, то это сейчас еще и делирии, я эти вещества даже называть не буду. Это современные синтетические наркотические препараты, когда больные испытывают похожие феномены, и они этих насекомых или червей пытаются не просто, они их пытаются ловить. Ловят они их достаточно примитивно, берут какой-то острый предмет и пытаются их сковырнуть, выгнать оттуда, вытащить и так далее. Вот, это сложный такой галлюцинос маньяновский, ну и еще как бы про тактильный галлюцинос сразу скажу, есть такой синдром Экбома, по-другому он называется бред одержимости кожными паразитами. Бред одержимости кожными паразитами, когда больные чаще всего в период женщины, почти всегда, в период инволюции, возрасте глубоко за 60 лет, у них появляется ощущение того, что они заразились какими-то заболеваниями, когда насекомые, блохи, пши, всевозможные, очень часто причудливые какие-то насекомые, начинают носиться у них по коже. И больные эти очень часто очень скрытны, и выявить у них синдром Экбома очень затруднительно, поскольку они скрывают то, что у них что-то, поскольку это такая женская и стыдная тема. Ну вот иногда они начинают потом рассказывать, что тут что-то бегает, куча всяких насекомых, которых они не только чувствуют, но иногда еще и видят, но чаще их просто чувствуют. Вот это вот бред одержимости, герматозойный бред Экбома или бред одержимости кожными паразитами. Ну и про висцеральные галлюцинации я уже говорил, это галлюцинация общего чувства, это ложное ощущение присутствия внутри тела человека, различных предметов, инородных живых существ, мышей, там не знаю, змеи, собак, крокодилов и так далее. Чем они отличаются, я еще раз повторюсь, от санестопатии, тем, что при висцеральной галлюцинации галлюцинаторный образ завершен. Не как будто там левушка, а там левушка сидит. Вот, а вот сейчас мы перейдем к очень важному вопросу, к очень важному вопросу, это вопрос псевдогаллюцинации. Псевдогаллюцинации. Это достаточно такая красивая, с одной стороны, а с другой стороны, трагичная история в отечественной психиатрии. И когда во всем мире говорят про российскую психиатрию, чаще всего на память всем ученым приходит, и психиатрам приходит фамилия Виктора Хрисантовича Кандинского. Виктора Хрисантовича Кандинского, который в 1885 году, собственно говоря, и описал феномен псевдогаллюцинации. Сейчас мы попробуем четко в деталях разобрать суть этого феномена. Почему? Потому что иногда именно от понимания этого феномена зависит иногда ваша собственная безопасность. Потому что если мы видим псевдогаллюцинации у нашего пациента, это почти всегда что-то не очень хорошее. И прогностический характер псевдогаллюцинаторного феномена, он всегда такой нехороший в плане прогнозов. Итак, галлюцинации, псевдогаллюцинации. Давайте мы начнем от противного, с истинных. Мы начнем с истинных зрительных галлюцинаций, про которые мы уже начали с вами говорить. То есть та самая крыса, которую видит алкоголик в белой горячке. Потому что у белогорячечников, у них обычно галлюцинации такие зооптические животные, они видят. Черки они видят гораздо реже, обычно они видят неприятных нападающих насекомых, всевозможных гадов, мелких животных, которые стали крупными. Ну и обычно еще цветы бутылочного стекла, это все зелененькое такое. И так вот бегает крыса. Больного привозят с белой горячкой на приемные паку. И в этот момент, когда его привозят, он озирается, и врач его спрашивает, психиатр, что сейчас с вами происходит. Он говорит, я вижу вокруг одни крысы. И больной тут же, как только у него появляется возможность от них спрятаться, он забирается на стол с ногами и сидит, смотрит, потому что крысы бегают под ним. Потом он смотрит на врача с непониманием полным и говорит, доктор, вы-то там чего с крысами делаете? Залазьте быстрее, крысу ноги отпустят. То есть, эта крыса для него является такой же реальной, как доктор. Как стул, стол, который стоит рядом. То есть, его галлюцинаторный феномен, в данном случае зрительный, он полностью ассимилирован с реальностью. Он ни на секунду не сомневается в том, что эта крыса есть. И самое главное, раз она есть, ее должны видеть все, кто глаза имеет. Если больной алкоголик с галлюцинозом, с алкогольным, слышит голоса, он их слышит так же, как вы слышите сейчас мой голос. То есть, истина, то есть, со стороны. Вы же знаете, что вы ушами должны слышать, да? Вы не должны слышать через стенку, вы не должны слышать, что происходит сейчас в другом городе или еще нет. То есть, больной слышит голоса, они ему говорят, Петь, ты что такой алкаш? Вот ты что ж там, жену, семью там все подвел и так далее и тому подобное. В этот момент, Вася что начинает делать? Он начинает, скорее всего, искать источник звука, поскольку он знает, что он есть. И врач его тоже слышит. У него тоже вызывает это полное удивление, что кто-то не слышит голоса, обращенные к нему. И когда он выходит и подходит к окну, из-за которого он слышал звук, который обращен был к нему, он смотрит туда. И там, если никого нет, вы спрашиваете его, Васенька, а откуда же звук-то, да? И Вася смотрит, и он объясняет это все совершенно рационально, что там никого нет. Значит, убежали. Понимаете? То есть, должен быть источник звука. Он не хочет верить, и когда вы ему говорите, это галлюцинация, он говорит, сами вы галлюцинации. Просто вы надо мной издеваетесь, вы тоже слышите, но врете. А сейчас, если нет ничего, значит где-то спрятан магнитофончик. Здесь какая-нибудь колоночка вмонтирована, потому что он знает, что звук только ушами можно слышать. Сейчас понятно, что такое истинная галлюцинация. То есть, это слух, это осязание, обоняние, ничем не отличающиеся от того, что происходит с вами в нормальной реальной жизни. Псевдогаллюцинация. Сейчас мы начнем теперь со слуховой галлюцинации, чтобы было понятно. То есть, чаще всего в 99% случаев слуховые галлюцинации псевдохарактера слышатся не ушами. Этот феномен воспринимается где-то внутри тела человека. Чаще всего больные слышат голоса внутри головы, не ушами. И вы спрашиваете, вы ушами, он говорит, нет, это голос, который у меня звучит внутри головы. Он не обязательно может звучать внутри головы, он может идти из пяточной кости левой конечности, это не важно. Но он идет оттуда, откуда он идти формально не может. Эти больные, если этот голос слышен там, они не ищут, откуда он идет. Они скорее будут искать объяснение, как он туда попал, что создать вторичную бредовую трактовку. Дальше. Эти голоса, если это голоса, чаще всего они очень такие, скажем так, недиференцированные по полу. То есть, они такие, то ли мужские, то ли женские. Они могут быть и мужские, и женские, но чаще всего они какие-то... Иногда больные их описывают как искусственный голос, голос робота или еще. Они могут быть и мужские, хорошо модулированные, но чаще всего они какие-то непонятные. Вот. Я сейчас привожу пример самый утрированный, самый понятный, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Не всегда это так. Вот. Дальше. И самое главное, самое главное, что псевдогаллюцинации слуховые, да и зрительные, тактильные, сизательные, они почти всегда должны сопровождаться, давайте лучше запишем, всегда сопровождаются ощущением навязанности или сделанности. То есть больной знает, что эти вещи искусственно как-то ему туда в голову какой-то силы привнесены, они сделаны. Вот. И когда больной слышит голоса псевдогаллюцинаторные, чаще всего он понимает, что это голоса только его, с ним общается инопланетный корабль, сила джедая, там, неважно кто, вот, с ним общается ФСБ, ГГБ, там, ЦРУ, чего-что угодно, но общается с ним. Вот. То есть отсутствие экстра-проекции феномена, экстра-проекции, то есть голоса идут отсюда. Вот. Вот это вот псевдогаллюцинация, то есть больной, прозрительная галлюцинация пседа, то есть больной видит крысу, видит крысу, вот, но при этом он даже от нее прячется, это не говорит о том, что больные не реагируют на них как на настоящие предметы. Он прячется, но при этом говорит, когда вы спрашиваете, что вы спрятались, он говорит, там крыса, да, но эта крыса сделана или спроецирована чем-то, она ничем не отличается от настоящей, она точно такая же. Но вот вы ее можете не видеть, потому что она сейчас там каким-то образом там с помощью какой-то аппаратуры или еще, или еще чего-то транслируется сюда. Тактильное ощущение, которое я ощущаю, вот эти вот, если бы экбома галлюцинос тактильный был псевдогаллюцинос, то бабушка бы вам говорила, что этих блох мне сейчас с помощью специальной аппаратуры отправляют из лаборатории в Ордоге Могилев. Понятно, да? А здесь как бы обычно, при обычном галлюциносе она знает, что она где-то заразилась, они у нее есть, то есть объяснение очень рациональное и понятное. Поэтому характер их чаще всего при экбома он истинный. Чем знаменит Кандинский? Кандинский знаменит тем, что, во-первых, он их написал, он написал монографию, которой, я не знаю, во всех странах, где есть психиатрия, она претерпела бесконечное количество переизданий. Она небольшая совершенно, она называется совершенно, как бы очевидно, о псевдогаллюцинациях, где он написал, соответственно, переживания свои собственные, поскольку, несмотря на то, что он работал в больнице Николая Чудотворца в позапрошлом веке, Виктор Хрисанкович страдал шизофренией, вот, и все клинические примеры, которые, если вас заинтересует, вы прочитаете, это очень интересная книга, она написана очень хорошим, таким неакадемическим языком, вот, он описывал себя. Он описывал себя, он, по сути дела, описал всю свою болезнь, и основной пример, я сейчас не вспомню, как он там себя называет, но суть такая, что он описывал то, что он сам чувствовал. Поэтому это описание, наверное, является наиболее понятным, красивым и так далее. Вот, вот это вот псевдогаллюцинация. Вот, сочетание псевдогаллюцинации с психическими автоматизмами, психиатрия называется, синдром Кандинского клеромония. Здесь мы остановимся чуть-чуть подробнее. Дело в том, дело в том, что параллельно с работой Кандинского, который описал у больных шизофренией псевдогаллюцинации, слуховые в данном случае, но там и зрительный у него есть лев, которого он видит отсутствующим глазом, за собой где-то вне возможности видения. Вот, наряду, как бы, приблизительно в одно и то же время, французский психиатр Клерамбо описал психические автоматизмы. Он написал три автоматизма. Вот, это психический, ой, сенсорный или сеностопатический, идиаторный и моторный автоматизм. Что значит автоматизм? Вот я хочу, чтобы вы это слово поняли, потому что как-то вот так получается, что вот это по семантической поле, оно у многих не срабатывает, и почему-то, когда просишь рассказать про автоматизм, ты слышишь любой вариант про автоматизм, объяснение, но не тот, который есть на самом деле. Смотрите, автоматизм, когда Клерамбо описывал, он написал вот что. То есть, когда вы психически здоровы, и у вас все хорошо с вами, да, ваши эмоции, ваши мысли, даже восприятие, куда вы смотрите, что вы слышите, в принципе, вы контролируете этот процесс, и это один из критерий психического здоровья. Способность быть, с одной стороны, включенным в то, что происходит вокруг вас, но, с другой стороны, себя вычленять из этой ситуации, понимать, что вот что-то вы хотите слышать, о чем-то хотите думать, о чем-то вы не хотите думать. То есть, это ваши мысли. Я не говорю, что они всегда, вот, можно о чем-то не думать, но вы можете, например, наоборот, заставить себя думать. То есть, психика, она является вашей. Вы ее, по сути дела, управляете. Это ваш феномен, вашего здорового, функционирующего мозга. Клерамбо описал феномены, которые делают отдельные части психики. В сенсорном случае это сеностепатическое ощущение, а в адиоторном это мышление, а в моторном или киностатическом это движение, делают их автоматическими, автоматичными от вас. То есть, просто представьте себе, я вам приведу пример моторного автоматизма, и вы сразу поймете. И вот смотрите, вы утром просыпаетесь, утром просыпаетесь, да, и вдруг вы выясняете, что ваша рука вот так вот висит. И сама так, что-то делает, да, вот так, рука, иди сюда. Вот, что-то получила она, раз, и опять. То есть, рука сама с собой выживает. Вы пришли в институт, да, кое-как вы ее держите, да, но рука там живет своей жизнью, да. То есть, что-то воздействует на мышцы, рука выполняет какие-то там целенаправленные действия, которые стали автоматичными от вас. То есть, часть вашей психической активности, ну, в данном случае моторная, да, живет отдельно от вас жизнь. Она стала автоматизированной, автоматичной. Вот, что значит суть автоматизма. Мы поняли? Если мы говорим про сенсорный канал, то больные начинают чувствовать, что на их кожу воздействуют какие-то силы, которых нет. Ощущение сдержения, переливания и так далее. Что мы говорили про сенсорпатия. Если мы говорим про идиаторный автоматизм, который встречается следующим после сенсорного, но наиболее часто он как раз в клинике психических заболеваний выявляется, а больной чувствует, что какая-то сила посторонняя влияет на его мышление. То есть, вкладывает мысли, отнимает мысли, создает эхо мысли, путает мысли и так далее. Их транслирует, делает их известным окружающим или наоборот, как бы, телепатические способности. То есть, какое-то воздействие на ваше мышление. Когда в вашей голове появились чужие совершенно мысли, медленно замедление мысли или наоборот ускорение. То есть, какая-то сила действует на ваше мышление. И моторный автоматизм или киностатический, это понятно, это движение. Это когда какая-то неведомая сила управляет вами. Сочетание всех трех автоматизм называется синдром киборга. То есть, когда есть ощущение, что ощущения ваши все сделаны, все ваши мысли управляются в черепной коробке какой-то посторонней силы. Ну и движение, соответственно, тоже. Так вот, сочетание псевдогаллюцинаций, слуховых псевдогаллюцинаций, автоматизмов, ну и чаще всего бреда, который все это интерпретирует. Потому что мышление тоже подключается. И оно говорит, что, ну слушай, друг, у тебя там мысли какие-то чужие появились, да? И голоса какие-то в голове. Так плохо жить, особенно если вы учились в медицинском институте и вы прошли курс психиатрии. И вы так просыпаетесь утром, у вас что-то в голове что-то говорит, и еще там как бы вас жгет какими-то лучами, откуда-то непонятно, кожа что-то там чешется. И вы понимаете, что, ну, наверное, шизофрения, поскольку синдром Канинского клерамбо, это единственный, наверное, синдром, который патагномоничен для шизофренического процесса. При шизофрении, как мы потом выясним, встречается почти все, но это не патагномонично. А вот с синдромом Канинского клерамбо, если он встретился, то вот это уже как бы совсем нехорошо. Так вот, о сочетании псевдогалюцинаций, автоматизмов и объясняющего бреда, когда вот вы утром проснулись и думаете, так, откуда-то голоса. И тут подключается ваше мышление, оно, конечно, криво работает, по-бредовому, и оно вам говорит, мышление, слушай, да не голоса это, да? Ты сейчас пятый, шестой элемент, сейчас там идет война миров, а у тебя там есть какое-то знание, и на самом деле это не голоса, это информация, которая идет там по поводу сохранения мироздания. Так вы встаете и говорите, какой я шизофреник? Я агент 008. Все, да? Вот бред подключился, вот это интерпретативный бред, который, соответственно, является третьим компонентом синдрома Канинского клерамбо. Психостенсорное расстройство, я так понимаю, придется вам их изучить самостоятельно, там ничего сложного нету. Вот, спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, спасибо.